В России заявили об атаке 125 беспилотников. По данным российских пабликов, в Ейске Краснодарского края России возле военного городка прогремели взрывы. Кроме Краснодарского края были взрывы в Ростовской, Воронежской и Волгоградской областях. Одновременно с этим ночью, 29 сентября, Россия выпустила по Украине 22 ударных БПЛА типа «Шахет». Дмитрий Ильич, 125 против 22. Мы уверенно опережаем противникам. Ну, я бы так не говорил, потому что противник атакует постоянно. У нас бывают затишья в наших атаках на Россию, а русские атакуют постоянно, каждую ночь, большим количеством беспилотников. Да, действительно, у нас беспилотники, мы продвинулись в беспилотниках дальше, и наши беспилотники лучше, чем русские. Но тоже не надо заниматься шапкозакидательством, потому что, как мне рассказывают наши бойцы, мы придумываем что-то новое, а русские где-то ловят обломки или с помощью рэба выпускают целый беспилотник, через месяц они делают уже такое же. Ну и мы тоже делаем за ними, что они делают интереснее, чем мы. Поэтому это бесконечное соревнование. И вы знаете, в принципе, вот мне очень нравится, когда говорят, особенно русские это говорят, вот нас 140 миллионов, а вас там, дай бог, чтобы 30 сейчас, да что вы против нас. Они не понимают, что сегодняшняя война, это война не пехоты, это война не числом, а война умения. Это самое главное отличие этой войны от всех предыдущих. И то, что продемонстрировал даже Израиль, смотрите, маленькая, зажатая в тиски арабского мира страна, показала, что не количеством она берет, а умением. Посмотрите на эти спецоперации по Хизбалле, это же фантастика вообще, то, что происходит. Обязательно обсудим сегодня. Да, поэтому по атакам беспилотников, наша разведка хорошо знает, что и западные разведки, конечно, знают, что по-настоящему, вот по-настоящему, комплексами такими сверхсовременными ПВО, там С-400, защищена Москва, дача Путина на Валдае и еще незначительный ряд объектов. Все основное дырявое, как дырявая сама Россия. Решето. Поэтому пробиваться сквозь это решето можно и нужно. Поэтому будут выноситься склады, арсеналы, будет выноситься все. Я об этом постоянно говорю. Кстати, сегодня в Волгоградской области тоже складик такой приличный вынесли. Четвертый уже за последнее время, за несколько недель после Торопца, после еще одного склада в Тверской области, после еще одного склада, где его ликвидировали этот склад. Короче, четвертый склад уже. Котлубань сегодня была в Волгоградской области. Ну, перспектива для русских очень плохая в этом плане. Потому что они же долбодятлы, они же хранят все под открытым небом. Они крадут на складах, описывают, как у них все замечательно, какие это склады 21 века. На самом деле, дедовским способом все хранят под открытым небом. Ну вот туда и прилетают беспилотники. И, вы знаете, сегодня уже, сегодня, тоже это свежие новости с фронтов, у меня отовсюду сообщения идут непрерывно. Сегодня уже ощущается дефицит у русских вооружения. У них уже начался снарядный голод. Но ребята мне говорят, что, ну, командиры говорят, что они ожидают, наши командиры, к октябрю, вот в октябре. Они ожидают настоящего снарядного голода у русских по причине того, что повыносили склады наши успешные. Поэтому в октябре будет интересно. В октябре будет интересно. Воевать им будет нечем практически. Это очень интересная ситуация, в которую мы их поставили. Опять-таки, не числом, а умением. Применив нестандартные, неординарные подходы к войне. По российским дронам скажу еще. Вот при подготовке эфира я видел информацию, что до 6 тысяч дронов в год вышли на такой объем в Елабуге, в Татарстане. Вот, ну, математика показывает, что если разделить 6 тысяч на 365 дней, то это получается в среднем по 16,5 дронов в сутки. Ну, производство и, соответственно, сколько они могут выпускать. С одной стороны, тоже немало, что это ударные дроны, которые несут заряд и несут смерть, безусловно. Но, с другой стороны, во-первых, и наши спецслужбы знают, где находится Елабуга и дай бог. У нас скоро будет возможность нанести несколько точных ударов по этому производству. Мы знаем все. Где у них что находится, мы полностью владеем информацией. Благо, сегодня наши спецслужбы работают на высочайшем уровне. Это высочайший мировой уровень. И западные спецслужбы не то, что не ленятся, даже не стесняются перенимать у нас опыт. Перенимают вовсю. Потому что сегодня по использованию новых технологий, по креативности, украинские спецслужбы дают форы, конечно, многим западным. Это война, это естественная ситуация. Поэтому, конечно, нам известны все места хранения, все места производства. Вообще все места, которые нас интересуют, нам известны. Вот просто все. И уберечься русским от этого невозможно. А наша тактика, она более гибкая, более интересная. У нас нет складов таких. Ну, просто нет. Все с колес. Все в бой. Да. Ну, у нас тоже были, помните, до масштабного вторжения на складах серьезные взрывы, подрывы. И, скорее всего, российское. Вот это очень интересная ситуация. Вы знаете, вы сейчас затронули тему. Я вчера встречался с очень-очень большим человеком в нашем государстве, с которым мы обсуждали вот эту тему взрывов на складах. На украинских складах до полномасштабной войны. Вы знаете, он говорит, ведь версии-то какие были главные тогда? Версии были, что, значит, халатность А. Ну, когда раз халатность, два халатность уже сомнения, а три халатность – это большое сомнение. Да, там плохо охранялись эти склады, бабушки божьи одуванчики типа охраняли, все понятно. Но версия была первая – халатность. Вторая версия была, что там пораспродали все налево. Ну, не все, а пораспродали налево. И теперь сами учинили, значит, пожары, взрывы, чтобы все списать в топку. И эта версия была долгое время главной. Версия, что это русские таким образом выбивают наш арсенал, она рассматривалась, но очень покасательной. А сегодня это абсолютно понятно, что все взрывы на наших складах, на наших арсеналах, мощнейших арсеналах, были устроены российскими спецслужбами. Они готовились к большой войне, они тогда готовились к большой войне. Они все знали, что они будут делать, они поступательно к этому шли. И одним из важнейших элементов подготовки было уничтожение украинских арсеналов, украинских запасов оружия. Мы идем дальше, уважаемые зрители, еще раз напомню. Важно, что русские то же самое делают и в западных странах. И взрывы на складах в Болгарии, например. И ряд других взрывов, это все работа их спецслужб. Уважаемые зрители, лайк нравится, нажимаете вы сейчас, а мы идем дальше. И следующая, скорее, информация и слова поддержки. Мы в Запорожье хотим передать. Каждый эфир мы говорим про Харьков, многострадальный Харьков. И в Харьков тоже слова поддержки. Но утром 29 сентября, то есть сегодня, оккупанты нанесли более 10 ударов кабами по Запорожью. Есть раненые, разрушение в трех районах, изменено движение поездов. Да, Дмитрий, мы говорим про новейшее вооружение, а тут вот эти старые, ну какие опасные авиационные бомбы, которые просто несут смерть и разрушение в украинские города. И вот теперь под прицелом Запорожья. Вы знаете, это, конечно, ужасно. Впервые мне рассказали о кабах командиры Азова, которые защищали Азовсталь в самом начале войны. И они говорят, нет ничего хуже кабов, когда огромные эти авиационные бомбы с огромного веса падают прямо, крушав все, цеха, бункера, все. Крушат на своем пути. И это оказывает огромное деморализующее воздействие, конечно, потому что, когда ты понимаешь, что спастись невозможно, ну, есть вопросы, конечно. Но я хочу сказать, что очень скоро западные партнеры предоставят нам такие интересные вещи. вот совсем скоро, которые, по сравнению с которыми кабы покажутся детским садом. Идем дальше. Следующая тема, которую анонсировал уже в начале Дмитрий Ильич, это спецоперации Израиля. И вот, в частности, движение Хизбалла подтвердило гибель своего лидера Хасана Насралы, сообщает Reuters. В распространенном Хизбаллой заявлении также говорится, что движение продолжит борьбу с Израилем. Представитель армии обороны Израиля Цахал заявил, что операция по ликвидации Насралы имеет название «Новый порядок». В ходе операции на бункер, где он находился, было сброшено более 80 бомб. В материале говорится, что по данным представителей Цахал каждый снаряд весил около тонны. Хасан Насралла 32 года из 64 лет своей жизни возглавлял Хизбаллу. При нем она превратилась в одну из крупнейших террористических организаций в мире, а также самую влиятельную политическую силу в Ливане. Дмитрий Ильич, как отразится устранение лидера Хизбаллы на войну с Израилем? Будет ли какая-то ответная операция, месть, возмездие и так далее? Как это, в принципе, повлияет на мировой порядок? И так обнадежило, знаете, если можно с мировым терроризмом бороться и уничтожать его, может где-то кто-то икнул в бункере в Кремле? Вы знаете, сегодня исторический день. 29 сентября 1941 года немецкие фашисты, которые перед этим вошли в Киев, уничтожили десятки тысяч киевских евреев только потому, что они были евреями в Бабе-Беру. Я подчеркиваю, это очень важно, потому что это настоящий геноцид был. Людей, стариков, женщин, детей уничтожали только потому, что они были евреями. И я переношу мостик в наши дни. Прошли, и слава Богу, навсегда те времена, когда евреи покорно шли в Бабе-Яр, когда их раздевали догола перед тем, как расстрелять и сбросить в овраг. Так, еврейское государство Израиль предпринимает все силы для того, чтобы не быть уничтоженным, многократно превосходящим его по численности населения арабским миром. Сегодня со многими странами арабскими у Израиля прекрасные отношения. Это и Ордания, и Египет, и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, и Катар. А есть страны, с которыми у Израиля отвратительные отношения. Это Иран, это Ирак, это Йемен. И в этих условиях Израиль, повторяю, предпринимает все для того, чтобы защитить себя, защитить еврейское государство, защитить своих граждан. Но если Хизбалла и Хамас постоянно и вероломно нападают, но если они режут евреев просто потому, что они евреи, но если они хотят захватить Израиль, ну нельзя же с этим мириться. Кстати, опять-таки перебрасываю я мостик к нашей ситуации, к тому, что происходит с Украиной. Ведь русские прут и прут. Ведь они хотят завоевать Украину. Они хотят устроить здесь Россию. А мы этого не хотим. Но Израиль показывает нам в первую очередь, как НАТО защищать себя. Вы посмотрите, что сделали эти умные еврейские мозги. Я восхищаюсь этим просто. Я открыто этим восхищаюсь. Вы представляете, какую надо было провести вообще эту историю с пейджерами? Это же фантастика. 15 лет работать в этом направлении, начинить взрывчаткой аккумуляторы в пейджерах. И по команде, смотрите, что они сделали. По команде взорвать все это. Смотрите, что они сделали. Сначала они взорвали пейджеры. Лишили Хизбаллу связи. Значит, представители Хизбаллы начали посредством личных встреч обсуждать то, что раньше обсуждали по пейджерам. Везде внедрена израильская агентура. Люди работают за бабки. Было понятно, как происходит все. Но Израиль покупает просто. Покупает агентуру. Ничего сложного здесь нет. Деньги делают все. И в результате в этой цепочке встреч обязательно попадаются агенты МОСАДА, которые сообщают, куда надо, что надо. Вот так устранили Насролу. Человек 32 года из своих, как вы сказали, 64, руководил крупнейшей террористической организацией Хизбалла. Все никак не могли его ликвидировать. Находился он уже в бункере. Но через цепочку встреч и разговоров передали, куда нужно, что он там. И что нужно, куда нужно сбросили. И все, и вопрос решен. Без всяких, знаете, без всяких каких-то объяснений, извинений, без каких-то красных линий, без ничего. Взяли и сбросили. И нет Насролы. Был Насрола, и нет Насролы. И, конечно, это огромное предостережение для всех желающих разжигать войну в разных частях мира. Я уверен, что Путин напрягся очень сильно. Потому что это логично. Если израильтяне смогли провернуть операцию с Пейджерами и уничтожить Насролу, кто даст гарантии, что эти, значит, такие вот инновации не окажутся в руках у Украины. Ну, кто скажет, что завтра они могут взрываться все компьютеры, условно говоря, в Кремле. Пейджеров у них нет. Или мобильные телефоны. Ну, кто же даст гарантию? Или что бункер Путина не может подвергнуться атаке примерно такой же, как бункер Насролы. Гарантию никто не даст. Поэтому Израиль показал в очередной раз свою решительность, свою изобретательность и свою непоколебимость, когда речь идет о национальных интересах. Я аплодирую этому. Я считаю это выдающимся событием. И, конечно, я очень хочу, чтобы моя страна, Украина, извлекла оттуда, из этих спецопераций Израиля, уроки для себя. И чтобы мы действовали вот так же, подобным образом. ahora у нас. Продолжение следует...